МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Центры новостей о главных событиях этого дня. Вам расскажут корреспонденты информационной службы Астрахань-24 в студии Людмила Шиналиева. Здравствуйте. В регионе зафиксированы 289 новых случаев заражения коронавирусом. Это статистика за прошедшие сутки. Данные приводит региональный Минздрав. Сейчас в специализированном медицинском центре и больницах, где есть ковидное отделение, проходят лечения 1704 пациента. Свободными остаются 17% коек для инфицированных больных. Дома проходит лечение свыше 6 тысяч человек с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Ежедневно ПЦР-лаборатория обрабатывает почти 2000 взятых проб. Коэффициент распространения инфекции в регионе, по данным регионального Роспотребнадзора, сохраняется на уровне 0,99. Всего с начала пандемии диагноз ковидная пневмония подтвердился у более чем 44 тысячи жителей области. По официальной статистике от заболевания скончались 1138 тысяч человек. В Минздраве напоминают о единственном на сегодняшний день способе защиты от вируса. Сейчас вакцину получили почти 270 тысяч жителей Астраханской области. Оба компонента препарата получили свыше 200 тысяч, а это 44% от плана вакцинации. Чтобы выработался коллективный иммунитет, устойчивость к заболеванию должны получить 60% населения. Региональный министр здравоохранения Алексей Спирин уточняет, что все прививочные пункты снабжены необходимым количеством препарата. В основном астраханцев прививают спутником ВИМ, а на же ГАМ-КОВИД-ВАК. Кабинеты работают в 95 лечебных учреждениях и поликлиниках. Для астраханцев доступны и передвижные пункты в торговых центрах и офисах МФЦ. Там врачи работают в составе выездных бригад. В регион также поступили 11,5 тысяч доз однокомпонентного препарата «Спутник Лайт». Он подходит для тех, кто переболел инфекцией полгода назад и теперь нуждается в защите от вируса. В регионе более 132 тысяч детей получили школьные выплаты. Общая сумма перечисленных средств составила 1 миллиард 320 миллионов рублей. Родители, которые еще не подали заявление и не получили положенные выплаты, могут сделать это в личном кабинете на портале госуслуг, а также в отделениях ПФР до конца октября этого года. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей перечисляется семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, а 18 лет исполнилось не раньше 3 июля этого года. Выплаты также положены лицам с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, при условии, что и они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам. Мнение астраханцев будут учитывать при формировании контрольного варианта мастер-плана. Свои пожелания жители региона могут вносить до конца августа. Пожелания и замечания астраханцы могут направить на почту infosobachikaastroplan.ru. В сентябре начнут обработку всех поступивших запросов, после чего все предложения пройдут общественное обсуждение. Международный конкурс по разработке мастер-плана стартовал в середине марта при поддержке губернатора Игоря Бабушкина. Итоги подвели. В июле был утвержден мастер-план Института генплана Москвы. В этот консорцию, помимо самого института, входят четыре компании-архитекторы из Астрахани Антона Верин. Победители получили сертификат на 6,5 миллионов рублей. Для реализации астраханской агломерации по проекту консорциума потребуется более 600 миллиардов рублей. Победитель предполагает создание Каспийского культурно-образовательного кластера, туристического района, благоустройство общественных пространств, реставрацию объектов культурного наследия и благоустройство городского острова. Астраханская агломерация включает город Астрахань и 7 муниципальных районов. Володарский, Крянинский, Калмазякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский. Общая площадь территории 26,3 тысячи квадратных метров. В пределах астраханской городской агломерации проживает около 840 тысяч человек. В рамках национального проекта «Демография» в Ленинском районе Астрахани подрядчик завершает строительство детского сада. Уже в этом году дошкольное учреждение откроет свои двери для 330 детей. Ход работ контролируют депутаты городской думы. Во время сегодняшнего посещения объекта парламентарии выявили недочеты. На каком этапе ведутся работы и каким будет новый детский сад? Обо всем по порядку, мои коллеги. Проверять, по мнению председателя Госдумы Игоря Седова, нужно все. От кухонной техники до детской площадки. Город должен принять новый объект, что называется «Подключ». Детский сад на Драгомышского местные жители ждут с нетерпением. Детский сад строят по типовому проекту. Он рассчитан на 330 мест. Социальный объект возводят в рамках нацпроекта «Демография». Этапы строительства дошкольного учреждения контролируют городские депутаты. Тепень готовности объекта достаточно большая. И мы уверены, за исключением определенных организационных нюансов, что в этом году объект сдастся. И управление образованием заверило, что яснастим и ведем в эксплуатацию в этом году. Сейчас в детском саду рабочие занимаются внутренней отделкой. Стены покрывают грунтовкой и декоративной штукатуркой. Проводят освещение и готовятся к монтажу кухонного оборудования. В группах уже установлена сантехника и водонагреватели. Параллельно идет и благоустройство двора. Детскую площадку оснастили игровым комплексом. На сегодняшний день на территории садика работают у нас порядка 60 человек. Значит, все силы рассредоточены. Материалы все присутствуют на площадке, поэтому проблемных вопросов нет пока. Закончить строительные работы подрядчик планируют уже в конце месяца. Новый детский сад в Ленинском районе был необходим. Рядом новые жилые комплексы, строится частный сектор. Вопрос очередей в садиках, вопрос решения демографии. Очень остро стоит в городе, поэтому очень приятно, что его достраивают. В ходе проверки городские депутаты выявили и недочеты. Неправильно посадили деревья, нет газона. Парковка небольшая, но на это есть свои причины. Зачем жители сказали, что здесь нужен какой-нибудь пешеходный зону, парк. Ну, как бы так проектом этот смотрят. И часть парка, чтобы хотя бы осталось, просили. Парк был на этом месте до начала строительства 2019 года. И если одни жители этого района ожидают открытия детского сада, то другие обращаются к депутату Владимиру Лимонову с жалобами, что нет сквера. Но и этот вопрос будет решен. За пределами детского сада будет сделана небольшая парковая зона для, наверное, ожидающих родителей своих детей. Где можно будет им отдохнуть и подождать окончание, либо наоборот, начало работы сада и погулять с детишками. Заявки на посещение детского учреждения уже поступают. На завершающем этапе детские сады в микрорайоне Баваевского и на Трусово в Западном-2. Это объект так называемого повторного применения. И вот все моменты, недочеты, которые были в ходе строительства выявлены, они должны быть учтены в следующих таких же проектах, которые будут у нас реализовываться в городе. На сегодняшний день под будущий детский сад на 140 мест зачищают территорию в поселке Новолесное. Депутаты городской думы ставят перед собой задачи не только контролировать строительство, но и инициировать начало возведения новых детских садов на территории областного центра. Элена Рулем, Леона Копланова и Алексей Егупов. Центр новостей. В Астрахани обустроят еще одну прогулочную аллею. Благоустройство объекта проходит в рамках губернаторского проекта «Народный бюджет». Строительство аллеи во время выездного совещания проверила глава Астрахани Мария Пермякова. Подрядчик уже готовится сдать объект. Рабочие заканчивают укладывать плитку на пешеходных зонах. К озеленительным работам рабочие рассчитывают приступить осенью. Аллея на Барсово – один из четырех объектов, который благоустраивают в рамках губернаторского проекта «Народный бюджет». Также по этому проекту в Кировском районе на улице Минусинской появится парк, а на улице Чехова обновленный сквер со сцены для показа фильмов. В советском микрорайоне Сабанс-Яр открытый спорткомплекс с футбольным полем и зоны воркаута. В правобережье полностью реконструируют уникальный детский городок Русь-Белине. Завершился третий этап операции «МАК». За время рейда определены очаги произрастания наркосодержащих растений. Общая площадь превышает 4000 квадратных метров. Главная цель – межведомственные операции – противодействие незаконным обороту наркотических средств и психотропных веществ. Все обнаруженные очаги произрастания конопли ликвидируют. Вынесены почти три десятка предписаний. Тем, кто не выполнит требования и в установленный срок не ликвидирует заросли, грозит штраф. К этому дню возбуждены 8 уголовных дел о незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном и крупном размерах. 10 астраханцев привлечены к административной ответственности и за приобретение запрещенных веществ без назначения врача. Через Астраханскую область пытались провести крупную партию наркотиков. Контрабанду пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. В марте этого года в порт Астрахани прибыло судно, груженное строительными материалами. При проверке сотрудники УФСБ по Астраханской области обнаружили и изъяли крупную партию гашиша. Общий вес около 50 килограммов наркотические вещества пытались доставить в один из городов Сибири. Сразу после обнаружения контрабанды в Новосибирске оперативники задержали двоих человек. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков. По данному факту обнаружено возбуждено уголовное дело по статье контрабанда наркотических средств в особо крупном размере. Астраханцы могут бесплатно пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию. Дактилоскопическая регистрация поможет установить личность при ЧАЭС, таких как землетрясение, наводнение, пожары и ЧП. Это террористические акты, авиационные, железнодорожные и автомобильные катастрофы. Также это поможет в случае, если гражданин России потеряет загранпаспорт, находясь в чужой стране. Процедура идентификации по отпечаткам пальцев рук позволит быстро восстановить утерянный документ. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих в потере памяти. Заявление можно подать в территориальных подразделениях управления по вопросам миграции регионального МВД, либо на портале госуслуги. Государственная услуга предоставляется бесплатно, без взымания госпошлины. Подробную информацию можно найти на официальном сайте региональной полиции. Уровень безработицы в регионе постепенно сокращается. Сейчас в Астраханской области около 10,5 тысяч безработных. Такие данные приводит региональная служба занятости населения. По сравнению с прошлым годом в регионе выросло число вакансий. Сегодня на региональном рынке труда свободно 14 тысяч рабочих мест. Для сравнения, в конец июля прошлого года количество вакансий составило 10 тысяч вакансий. Также в этом году более чем в полтора раза возрос показатель трудоустроенных безработных. С января при содействии службы занятости работы нашли почти 14 тысяч астраханцев. В Астраханской области наиболее востребованы овощеводы, работники сельскохозяйственного производства, рыбаки, прибережного лова, подсобные рабочие, водители, арматурщики, бетонщики, швей, повары, проводники пассажирских вагонов, плотники, трактористы, дорожные рабочие, укладчики, упаковщики. Также на рынке труда требуются инженеры, кассиры, медсестры, воспитатели, мастера участка, фельдшер, врач, анестезиолог, реаниматолог. Заработная плата варьируется от 14 до 80 тысяч рублей. Подобрать подходящую вакансию можно на официальном сайте службы занятости населения Астраханской области. На территории региона реализуют госпрограмму содействия занятости населения. По данной программе можно пройти повышение квалификации или вообще полностью сменить профиль. Ежегодно региональная служба занятости населения в рамках программы проводит курсы переподготовки астраханцев по разным профилям. В прошлом году курсы прошли жители области 50+. В этом году получить новые навыки может любой желающий. Сейчас получение обучения уже прошли свыше 200 астраханцев, годовой план не менее 600 человек. Астраханцы смогут увидеть поток персид при условии, что ограничительные меры в регионе будут сняты 8 августа. Об этом на сайте интернет-страницы любители звездопадов предупреждают руководители клуба имени Зигеля. Массовый выезд за город в район деревни Бирюковка запланирован на 12 августа. В ночь с четверга на пятницу на следующей неделе у жителей областного центра появится возможность наблюдать интенсивный поток звездной пыли. В августе наша планета проходит через самый протяженный рой пылевых частиц из шлейфа кометы Свифта Тутля. За час непрерывных наблюдений за ночным небом можно будет поймать взглядом более сотни быстрых метеоритов. Астрономы утверждают, что по красоте светящиеся частицы могут поспорить с блеском Венеры. Каждый год в августе клуб астрономов-любителей имени Зигеля по случаю этого астрономического события устраивает выездной фестиваль. С собой разрешается брать телескопы, бинокли и фотоаппараты. Но организаторы предупреждают, что меры предосторожности никто не отменял. При себе должны быть маски, следует соблюдать и социальную дистанцию. Хотя наблюдать за звездами может помешать не только пандемии, но и плохая погода. В этом случае дата проведения массового выезда может быть перенесена. Важно успеть до 24 августа. После поток персид ослабнет. Астраханскую семью не впустили в аквапарк в городе Воложске. Все потому, что они взяли с собой сына с диагнозом аутизм. С подобной ситуацией ежегодно сталкиваются и другие семьи, воспитывающие особенных детей. Почему российское общество пока полностью не готово принимать и контактировать с особенными детьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья? Обсудим сегодня в прямом эфире с членом Общественной палаты России, председателем комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик. На прямой связи со студией Диана Гурская. Добрый вечер, Диана. Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер, дорогие телезрители. Да, безусловно, очень обидно. Несмотря на то, что на сегодняшний день на государственном уровне очень многое делается для людей с инвалидностью, для детей с инвалидностью, мы все равно слышим от разных городов, регионов, что случаются такие вопиющие, на мой взгляд, истории. И это очень-очень обидно. Это говорит о том, что как бы нам ни старались помочь, чтобы не делали для нас, для людей с инвалидностью, ничего не изменится, если не будет меняться отношение людей к людям с инвалидностью, детям с инвалидностью. Если не будет меняться общество, почему кто-то имеет право не допускать ребенка в аквапарк, не допускать семью. Кто писал это правило, кто это придумал, никто не вправе на самом деле. Где тогда инклюзия, о чем мы очень часто говорим? Где доступная среда? Если мы не допускаем детей, и когда случаются такие истории, где тогда доступная среда? Безусловно, это огромный вопросительный знак. Я думаю, что, вы знаете, очень важно, к нам в общественную палату неоднократно обращаются, тоже случаются разные такие истории, жизненная ситуация, когда мы, безусловно, обязательно реагируем. Но самое главное, это некий такой внутренний закон, закон внутреннего мира. Это закон доброты, это закон любви, это закон понимания. И вот когда это мы сами будем чувствовать, каждый раз будем думать о том, как можно любить детей, как можно помогать, я думаю, что, может быть, тогда изменится ситуация. Я на это очень надеюсь. Такая же случилась ситуация на днях в Станкт-Петербурге. Разные-разные такие ситуации, к сожалению, это очень-очень обидно. Но я думаю, что всё-таки нас сегодня многие услышали. Я хочу обратиться ко всем. Вы знаете, надо помогать, надо любить, надо всё сделать для того, чтобы вокруг нас все чувствовали себя хорошо. И я хочу обратиться к маме, к родителям наших замечательных детей. Дорогие родители, у вас удивительные, потрясающие, самые замечательные дети. Они самые лучшие. Поверьте мне, что у них обязательно всё сложится. И у них обязательно всё будет хорошо. Верьте в это. Диана, подскажите, пожалуйста, ещё один вопрос. После того, как резонансное видео появилось в соцсетях, интернет-пользователи, как ни странно, разделились во мнении. Одни писали слова поддержки, а вот вторые обвиняли семью в пиаре. Как вы думаете, подобным комментариям имеет место быть и почему они возникают до сих пор в наше время? Как вы думаете? Вы знаете, те, кто говорят о том, что это пиар, это абсолютно неправильное отношение, опять же, к жизни. Это неправильное отношение к людям. Это неправильное отношение к детям и к родителям. Поэтому подумайте перед тем, как писать такие комментарии. Это нехорошо. Поверьте мне. А все, кто поддерживает эту семью замечательную, им огромное спасибо от меня. Диана, подскажите, могут ли в развлекательные детские центры, аквапарки так детально прописывать условия посещения? Сегодня на сайте Воложского аквапарка была обновлена уже информация, что посещение инвалидов разрешено, но с одной оговоркой – без агрессивного поведения. Получается, перед тем, как зайти, человека должна проверить специальная комиссия. Правильно мы понимаем? Вы знаете, я не могу как-то... Вот насчет этого тоже я не могу понять, что значит... Слушайте, никто не имеет права не допускать ребенка. Там родители, которые знают своего ребенка, они пришли играть, они пришли, скажем так, чтобы ребенок развлекался, чтобы он играл, чтобы он так же, как и все остальные дети, чувствовал себя хорошо. А кто-то пишет, что-то нельзя, что-то можно, абсолютно это неправильно. А как вы думаете, как переломить сегодня сознание общества в России, чтобы они все-таки принимали таких особенных людей и помогали им социализироваться в обществе? Ваше личное мнение. Как вы думаете, какие-то, может быть, механизмы, законы, способны переломить сознание современного общества? Я уже говорила о том, что существует закон внутреннего мира. У каждого человека это в своем сердце, в душе. Это закон доброты. Это закон любви. Это закон понимания. Вот это. Когда человек это будет ощущать, когда человек это будет понимать, тогда все изменится. Спасибо, Диана. Я напомню, на прямой связи со студией была члена Общественной Палаты России, председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая. И на этом у меня все новости. К этому часу следите за новостями на нашем сайте astraha.defis24.ru. Там же можно посмотреть записи наших программ, фильмов и проектов. Есть возможность смотреть и прямой эфир. Присылайте ваши видео и темы для репортажа в мессенджерах. Номер вы видите на экране. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи на телеканале Astraha.defis24. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин